Пока погода позволяет, конечно же, хочется столько всего сразу же сделать, но, в общем, хватаюсь и за то, и за другое, и за третье, и за десятое. Так, для начала, здесь в открытом грунте только что вот подкормила помидоры, развела жидкое удобрение для томатов и пролила, вот полито, полито это грядочка у меня. Дальше полила также перчики и удобрила, потому что они у меня здесь такие хиленькие, и вот нужно уже поубрать мокрицу. Сейчас вот поливается у меня вот эта вот грядочка. Я вот поливаю так, сначала с одной стороны кладу шланг, затем с другой стороны, и вот чтобы поливалось. Когда прольется, я еще также растворю удобрение для цветов и пролью всю грядочку еще сверху удобренницам. Сошелек у меня сегодня на помощи, вот сидит, чистит укропчик, мокричку убирает. Сошелек, тебе не жарко? Нет, все хорошо? Такая сидит и говорит, мам, такой укроп вкусный. Ты что, жуешь опять укроп? Сколько уже съела? Укроп не вернула. Сколько? Не знаешь? Ну ладно, давай кушай, это витаминки. Ну, а я с этой стороны занимаюсь тоже вот удобрением. Я пообщипала опять вот эти вот череночки, которые вновь подсадила, и проливаю сейчас удобрением. Разбавила мочевину, вот показывала вам кальциевую селитру, все, что у меня осталось, и добавила удобрение для цветов. И вот сейчас вот эти вот кашпошки все пролила. Здесь у меня и хризантемка, сейчас вот ее развернула. Видите, вот она теперь туда наклоняется так, чтобы она равномерно у меня росла. Вот ее тоже с мочевинкой подкормила, чтобы вот зеленая масса сейчас росла. Позвонила Полина мне, я отвлеклась, и вот вспомнила, что думаю, хоть надо что-то взять в камеру, в руки и показать вам, как ведь все происходит, да? Чтобы было, что показывать. Вот у меня ведерко. Здесь я развожу минеральные удобрения, а коричневые почему? Потому что здесь удобрение для цветов от Organic Mix. Все-таки органика тоже нужна, чтобы хорошие живые бактерии в грунте работали. И вот этот вот такой неважный грунт приводили в порядок. Вот. Так что вот кашпошечки все удобряю. Смотрю, какие более-менее те подкармливаю с монокалийным фосфатом, но которые только-только еще, те подкармливаю с кальциевой селитрой, где побольше азота. Сегодня я хочу вам показать я питунью пиндалина. Это, конечно, какая-то вообще. Она отдельная какая-то у меня. Растет непонятная, очень интересная. Цветок у нее такой довольно крупный, и каждый цветок разного цвета. Я не убирала вот эту голову, хотела посмотреть. Побоялась, думаю, обстригу, будет как-то залысина. Ну и вот она продолжает так куститься. Вот эти вот плюшечки. И я вот сегодня вам показала. И сейчас все-таки хочу пообщипать вот с этих всех сторон, чтобы она была все-таки попушистее. Не знаю, конечно, стоит или нет вот обстричь голову. Я боюсь, честно вам признаюсь. Вдруг она у меня... Ну вот смотрю, что все-таки идет свежий прирост. И, быть может, она накрениться. Может быть, это какая-то вот пиндалина каскадная, и от нее пойдет прирост. В общем, ну, наверное, оставлю все-таки. А здесь вот по краешку я общипаю. Вам показала расцветку. У меня таких два кашпо. И вот посмотрите, здесь тоже довольно такой крупный цветок. И все они разного цвета. Это, видимо, зависит от того, что когда цветок распустился. Видите, есть вообще совсем нежный, есть вот с таким отливом. Так что, в общем, интересно. Это пиндалина Sunshine называется. Yellow, так она совершенно другая. А это вообще такая интересная. В общем, вот такая вот красавица. Так, отсчет опять о проделанной работе. В общем, я удобрила со стороны дороги все цветочки. Здесь и с этой стороны. Осталась мне, получается, робатка. И вот на этих полочках цветочки и с той стороны. Это я себе говорю для того, чтобы не забыть. Сейчас у меня поливается газончик. Юра мне его уже подстригал на днях. И вот я сейчас рассыпала удобрение. Едем нужно обильно полить. Вот я вот так вот поливалочку свою кладу. И затем переношу, передвигаю. Вот так вот таким вот образом. Все у меня как бы поливается. И что я еще замутила сделать? В общем, мне опять на глаза попался опрыскиватель. И я же вспомнила, что я хотела обработать вот этим вот ультрамаг бор. Это вот сейчас для завязывания плодов. А так как уже, в принципе, томаты цветут, можно их уже опрыскать. В общем, вот как раз ампула здесь идет на 10 литров воды. Вот я достала свой жучок. И сюда еще высыпала остатки вот у меня алаир, гаммаир. И добавила еще батрайдер. Вы знаете, посмотрела, что сейчас многие блогеры показывают столько много трипсов везде. И на овощах, и на цветах. И в общем, вот батрайдер, он хорошо очень помогает. Против трипсов и против других вредителей. Аналогов ему нет, написано на упаковке. И пока у меня нет еще плодов, я вот решила все-таки провести еще обработку вот этим вот препаратом. Ну и для профилактики, опять же, антивершинкой обработаю и помидоры, и огурцы, и перцы. Все опрыскаю, пройду. Потому что 10-литровый заведу опять опрыскиватель. И пройду везде все, получается. И плодово-ягодный, потому что мне его хватит на ого-го. И все свою малину, всю смородину. В общем, на что хватит, я еще пройдусь и опрыскаю. А так уже после полива, такое все уже свеженькое, хорошенькое. Вот здесь тоже роботку пролила. Вот. Ну и нужно еще, повторюсь, вот мне здесь это все удобрить. Ну, в общем, денечек потихонечку продолжается, продолжается. Племянники прибежали и принесли мне пирожки. Мамуля напекла капустников. А Юра ходил в магазин с тебе за сигаретами и купил снежок. Поэтому я сейчас пойду кушать вкусный свежий снежок с капустниками. Огромное спасибо моей любимой мамулечке. Как хорошо, что вот она у меня есть. Что она у меня под рукой теперь перестала ездить на эти вахты. И в любой момент она может напечь вкусную запеканку, какой-нибудь пирог, рыбный, ягодный, любой. В прошлый раз она напекла Ачпачмак, или как-то так пироги называются. Ну, вообще, просто я ела и чуть ли язык не проглотила. Ну, знаете, хочу сказать, что сколько раз сегодня я не пыталась начать снимать на улице, у меня так и не получилось. Ну, во-первых, потому что у нас там работают рабочие. Потом я занялась. Сейчас выйду и начну снимать, что-нибудь порассказываю и потом повставляю то, что я наснимала. Но сейчас начал сосед косить траву. Ну, и понимаете, что все мне никак не, в общем, не снимается. Ну, расскажу немножко, что сегодня с утра вышла на участок, поделала то, поделала другое. У меня сегодня с мамулей была договоренность, что я приду к ней за укропом. Она сказала, если нужно, приходи и дергай. И я пошла к мамуле за укропом. И уже там я немножко хотя бы поснимала. Забыла взять с собой камеру, но снимала на телефон. Поэтому немножко будет звук другой. Сейчас покажу вам, что там наснимала я у мамулей. Приехала я к мамулечке, своей любимой, дорогой, за укропом. Она мне сказала, чтобы я у нее забрала весь, ну, не весь, а вот нужно ей прорыхлить вот эту вот чесночную грядку. И она сказала, чтобы я забрала у нее укроп на заморозку. Здесь он хорошенький, такой зеленый. Вот поэтому я и приехала. Пока он не пожелтел. Ну, некоторые уже начинают желтеть. Поэтому, в общем, нужно забрать то, что зелененькое. Хотя у нее тут по всему огороду вообще укроп растет. Я хочу вам показать клубничку. Вы только посмотрите на эти кусты. Все у мамули замечательно. Я ей подсказала, чтобы она прошлась вокруг кустов и убрала все усы. Чтобы клубничка тратила всю свою силу на зависть. И чтобы клубника была крупная, все-таки силы ей нужны на другое. Не на новые усы, а на зависть. Ну, и хочу сказать, что посмотрите, какая разница. Вот этот рядочек, это моя клубника, которую я давала мамуле, да? Да, 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 вот которую. Вот. А вот эта клубника, вот с которой она борется, это ей привозную давали клубнику. И вот помните, мы с ней весной обрабатывали от корявой ягоды. Ну, и что хочу сказать, что все-таки повторяется все. Не знаю, просим у вас совета, что вы посоветуете. Почему такая ситуация? Говорили, что это трипс. Ну, вот мы обрабатывали, и осенью мамуля обрабатывала, и весной делала обработку. Но в итоге, увы и ах, все повторяется. Поэтому, конечно же, вот посмотрите, какое поле клубничное, сколько много ягод. Но вот эта корявость, конечно, она портит всю картину. Так, мамулечка, я еще хочу показать твои столбы фонарные в теплице. Поругала, поругала ее за фонарные столбы. В общем, я-то все смотрю, чтобы у меня не было жирования. Но вы посмотрите, что тут делается, а? Какие у нее тут фонарные столбы. Ну, она-то думала, что это все хорошо. Слушай, я даже, ты знаешь, что, если честно, я не обращала внимания. Ну, это вообще, я такое вообще впервые вижу, чтобы был такой ствол у томата. Я не знаю, мы, конечно, мы с мамулей у вас спрашиваем, дорогие мои зрители. Подскажите, пожалуйста, нормально ли это, что вот такой вот ствол у томата? О, боже ты мой, это даже не фломастер, это маркер. Толще, чем палец у меня. Я не знаю, вот нас рассудят. Я считаю, что это жирование. И они-то знаешь, что они так внизу раздваиваются-то, внизу. Ну, почему они так? Ну, это, наверное, такой сорт. Но я говорю, что это вот, она, наверное... Они с самого низа идут. Она, наверное, как она признается, что она болтушкой своей-то их поливала. Я считаю, что это жирование, это перекорм, видимо, наверное, вот этими болтушками бочковыми. Вот огурчики я ей не даю трогать. Вот огурчики у нее все хорошо. Ну, мы их поздно посадили, но ничего. Ну, мы их поздно посадили, но ничего, нет такого. А вот помидоры, конечно... Не видишь, какие? Боже, ты мой. Надо что-то вить, вот уже знаешь, что-то в их... За болтушку забывать и... Это вообще... Это где вот у тебя кисти-то? У тебя будет три помидора и все. Потому что оно все ушло в этот ствол. Ну, зато в прошлом году было сколько? 14 ведер. В этом будет четыре. Ну, не знаю. Посмотрим, мамуля. В этом будет четыре. Ну, ты признайся, что ты болтушки больше не будешь сюда лить? Нет, нет, болтушки больше не буду лить. Хорошо. Я им сегодня утром сказала, все, нахрен. Сидите и больше ничего. Так, еще мамуля очень просила вашего совета, дорогие мои. Вы вот у меня есть, есть кем посоветоваться. В общем, смотрите. А, да, вон есть, есть. Какая ситуация? Это у тебя лук. Расскажи, это какой у тебя лук-то? Осенью я садила. Осенью ты садила. Что это за лук? Привет, привет, Арсений. Так, бегите. Это вот я садила его. Ну, вот видишь, он уже весь гниет. Вот видишь, он весь гниет. Так это у тебя сивок. Да, это сивок. Осенью. Да, 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 да. И вот мамуля спрашивает, почему он гниет. Ну, дети, что, совсем все. Все. Почему вот нет луковицы, да, нормальной, здоровой. Ну, как бы луковица-то и большая, но еще, ему еще растит-то ведь два месяца. Но вот он весь у меня сгнил. Она уже тоже в форумы писала, спрашивала, задавала вопрос, что это может быть. Я считаю, что, скорее всего, быть может, она часто поливала. А? Нет. Нет? Думаешь, нет? Ну, вот видишь, вот он. Видишь, он уже, вот. Даже если бы луковая муха, то я не знаю. Как вот выглядит луковая муха и как вот выглядит вот-вот. Подскажите нам, пожалуйста, что это может быть и какой выход из положения находить, чтобы на будущее такое не допустить. Ну, все уже. А из семян, которые у тебя лук, там тот нормальный? Тот нормальный. Тот хорошо, да? То есть вот из семян все хорошо. Только вот этот вот сивок, который она сажала. В том году у меня такого не было. А, в том году у тебя не было. Нет, нет, нет. В том году у меня очень был хороший лук. А в этом году... Вот этот вообще в бот весь пошел. Весь в бот. Это что такое-то вообще? Так это может быть тоже от холода? Нет, это сказали, что это большая была луковица. Ну и на самом деле луковица была большая. Она сивок посажена. И сказали, что может она подмерзла. Так я и говорю, что от холода. Нет, она была подморожена еще в момент, когда хранилась. А, понятно, неправильное хранение. Да, 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 да. А я уже посадила, я же его купила. И он был очень крупный такой сивок. Ну, в общем, на тебе боже, что черту не гоже. И сейчас чего, что я сейчас буду делать? Я сейчас все это срежу, порежу и заморожу. А сушить-то будешь так же, как в прошлом году? А что уже тут, уже ничего, тут не будет лука. Юленька, знаешь что, я вот хочу... Вчера с отцом разговаривали. Видишь, у меня этот... Хмель там. Я его попросила, чтобы вот такие штуки мне на дуги наделал. А потом думаю, может мне арку какую-нибудь ты посоветуешь. Вот арку-то мне надо вот тут вот на эту. И чтобы хмель там вот так. А то он иди вот сюда. Но это тебе нужно здесь на калитку красивую арку. Я так понимаю. Про арку ты говоришь. Да. Ну. И мне бы вот даже арку сюда. Мне бы арку вот сюда. И как бы продолжение я бы тоже хотела. Вот сюда хочу. Да, вот так раз. И видишь, у хмеля-то вон они какие эти. Вот это что? А посмотри, что. А, ну да, он заплетется, будет плестись. А так-то в принципе тебе можно будет и клематис здесь посадить красивый. Ой, я почему-то его не люблю. Он это, он сильно прихотливый. А этот бы росло и росло. Ну ладно, хорошо. Надо поискать, пошукать для тебя арочку. Красивую арочку для мамочки. А то это вот, видишь, оно все идет в картошку. Ну ладно. Я уже просила, чтобы он, знаешь, мне вот отсюда вот так раз. Вот так раз. Вот так раз. Не из металла, а если может из полипропилена. А здесь можно вот, да, сделать какую-то красивую арочку. И будет все красиво. Сделаем, сделаем мамуля, не переживай. Еще вопрос, пользуюсь случаем. В прошлом году я вам показывала, что у мамули был здесь шикарный люпин. Он был такого красивого бордового цвета. Высоченный он был. А в этом сезоне вот показалась только первая зелень. И мамуля, конечно, очень переживает, что он либо подмерз, либо что-то с ним случилось. Да, и, ну, точно так же, наверное, как у меня с клематисом. Но он хотя бы вышел, просто, наверное... Потому что он живой еще. Ну, живой, да. Значит, наверное, так сказалось, холодная весна. Поэтому вот, наверное, вот такая вот затраможенность. Зато вот, видишь, дельфиниум мой у тебя. Он все с ним в порядке. Зацветает. А вот это что такое? А вот это, я тоже даже не знаю, что это. Тоже какое-то как... Это, наверное, какая-то лилия. Знаешь, есть такие лилии-то. Вот, это какие-то... Это какая-то лилия у тебя. Потому что, видишь, этот как у лилии же. Вот так распустится и будет красиво. Вы знаете, я прочистила одну грядочку. Вторую даже не стала. Потому что у меня получился целый таз. Целый таз укропа. Этого мне хватит за глаза. Я же себе еще в теплице посеяла. И у меня сейчас на грядке тоже всходит. Поэтому вот у меня получилось. Получился целый таз укропа. Мне за глаза хватит. Вторую грядку не стала чистить. Все, хватит. Я до 40 лет дожила. И никогда бы я не подумала, не знала, что в укропе столько много вот этих вот таракашек, букашек зеленых. Сначала я их обнаружила на дне таза, с которого я перекладывала укроп вот в этот пакет. Ну, вытряхнула. Потом я, когда укроп достала дома из пакета, смотрю, на дне пакета тоже целая куча. В итоге, я думаю, мне нужно перемыть укроп этот весь. Как мне эту живность, в общем, всю извести? Я понимаю, что такое огромное количество укропа. Я просто так не перемою дома в раковине. И вот я, вы посмотрите, вот у меня здесь мои бочки стоят. Я подставила камешек, под наклоном принесла вот эту вот листик утеплителя и стала мыть. Я думала, ну, я так прополоскаю и все. Ничего подобного. Я стою уже, у меня уже подо мной здесь болото. И эти жучки, они все не вымываются и не вымываются. То есть, их столько много здесь, на укропе, я никогда в жизни не думала. А я все время подхожу на грядку, срываю веточку и всегда ем укроп с грядки. Я теперь, послушайте, больше не буду этого делать. Я просто... Вы чего-то не видите, это же вот, ну, я не придумываю. Это живые таракашки, букашки, которые вот живут на укропе, ползают. Они все живые, так или иначе. Кто-то еще живой, кто-то уже не живой. Ну, и, в общем, вот. Стою, я выполаскиваю этих живностей с укропа. Сегодня у нас новая бригада. Выкладывают печку. Ну, и, видимо, там им понадобилась вода. Именно тогда, когда мне тоже она понадобилась. И я решила зря время не терять. В общем, убрала от укропа самые вот эти вот толстые палочки. Но я не оставила прям вот совсем такую травку. Я так оставила, чтобы еще и немножко палочек тоже было. Потому что мне кажется, что именно в этих вот трубочках, да, содержится своего рода тоже такой сок, который дает неповторимый вкус. Насыщенный, более насыщенный вкус. В общем, мне это осталось дело. Промыть по-хорошему от букашек-таракашек. Пошинковать и в морозилочку убрать. Можете меня поздравить. Я разделалась с укропом. Все перешинковала. Получилось у меня вот из такого ведерка вот такая вот мисочка. Ну, довольно такая увесистая, приличная. Осталось мне разложить это все дельце. Думаю, наверное, разложу по... Либо пакетикам, либо формочкам. Ну, пластиковым контейнером. Посмотрю, что у меня есть в достатке. Что будет входить в морозилку. В общем, все. Наконец-то. Первая заготовочка у меня на зиму есть. Также нужно еще нарезать петрушки. Потому что петрушка у меня подросла тоже уже. Ну, в общем, все. У меня уже первая заготовочка есть на зиму. Я на сегодня, наверное, буду заканчивать видео. Всем огромное спасибо за внимание, за комментарии, за лайки, за добрые слова. Огромное спасибо за поддержку. Всем желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Хорошей погоды, какой бы вам хотелось. Будь то прохлада, дождик, жара, солнце. Я думаю, ветра и холода никто не хочет. Но, тем не менее, пусть у вас будет хорошее лето. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока.